Радио Бум 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 Наиболее сложный и наиболее интересный одновременно был этап дебатов, на мой взгляд, поскольку действительно нужно было подготовиться к персонажу, которого раздали каждому участнику, за ограниченное количество времени и также представить его, соответственно. Мне, к сожалению, моему попался последний представитель династии Рюриковичей на престоле, Федор Первый Иванович, и я его успешно защитил, можно так сказать, и, ну, опять-таки, на мой взгляд, это был самый сложный этап и самый интересный. А почему, к сожалению, тогда тебе попался, если все в итоге получилось хорошо? Мне, с моей личной точки зрения, эта историческая личность не очень нравится, не очень импонирует, и я должен был выступать, скажем, его адвокатом, грубо говоря, и, ну, думаю, так. Но это вынужденная мера для того, чтобы история была объективной, я думаю, на такую жертву каждый из нас готов пойти. Что еще за задания были? Что-то такое, что выходит из ряда обычных и общепринятых вариантов вот в подобных конкурсах? Ну, наша задача была вообще изначально, когда мы договорились, что мы проводим такое мероприятие совместно, преподать науку, все-таки с более, у нас такие теоретические задания, да, с помощью интерактива, чтобы ребятам было интересно. И основной этап это дебаты, где они появляли себя, и в то же время они вспоминали исторические факты. И, наверное, было очень интересно наблюдать, когда вот по станциям ребята уже ходили своей исходной командой, и у них были ожесточенные споры внутри команды даже. То есть, а правильно ли они действительно думают все прийти к единому мнению? Вот, допустим, когда были карты, то там был спорный момент у некоторых команд. А как в итоге повлияла вот эта спорная ситуация на итоговый результат? Ну, в итоге все приходили к правильному решению, к счастью, наверное, для команд. Вот. Кстати, по поводу необычности заданий, можно сказать, что дебаты являются некоторой инновацией на подобных мероприятиях, потому что даже сами участники сказали, было интересно, хотя и неожиданно, не ожидали встретить, точнее, столкнуться с дебатами на нашем квесте. Вот. Как сказала правильно Лера, пытаемся науку завернуть в такой интересный вид преподателя. Ну вот и какому количеству участников показалось интересным такой формат, во-первых, мероприятия? Иными словами, сколько ребят участвовало? Все ли остались довольны? Было, по-моему, около 40 участников. Немножечко заблуждаюсь, возможно. Мы решили, как сделать, чтобы в каждой команде было по 7 участников. У нас был и первый курс, и второй курс, и третий, и даже была представительница четвертого курса. То есть, как раз-таки, по-моему, четвертый курс очень так положительно отозвались о нашем мероприятии. Команды формировались на основе каких-то принципов совместного обучения или абсолютно хаотично? И так, и так. Иван, как ваша команда была сформирована? Ну, вообще, мы этой командой выступаем не первый квиз, не первый конкурс, если так можно сказать. Основной костяк – это действительно мои одногруппники. Однако, время от времени к нам присоединяются ученики даже других факультетов, других институтов. И, ну, опять-таки, основа нашей команды всегда – это вот мои одногруппники. Я и мои одногруппники. Как часто проводятся вот такие мероприятия, и есть ли пересечения вот с более глобальными, с федеральными, например, какими-нибудь, исторический диктант или, ну, что-то по этой же теме, по теме истории России? Ну, еще такое более мероприятие историческое в рамках нашего ВУЗа – это, естественно, исторический квест, опять же-таки, ЭВАКО-госпиталь. Это ежегодное мероприятие, проводится оно студоргами, и у нас всегда, постоянно взаимодействует с нами это студенческое научное общество, как раз-таки, одна из станций, готовится полностью ими. Она связана с вопросами, посвященными Великой Отечественной войне, там викторина проводится ими на одном из этапов. Вот. Вам, как студоргам, вообще легко даются такие мероприятия подобные, с научным уклоном, с подготовкой теоретической базы большой, или предпочтение все-таки отдаете, например, каким-нибудь спортивным, где особо не надо ничего придумывать, выискивать по справочникам? Как показывает практика, студорги – это та организация, которая может провести любое мероприятие, творческое, связанное с наукой, какое-то более развлекательное. Мы готовы сотрудничать со всеми, поэтому вот. Особых сложностей нет, так как у нас все ребята, опять же-таки, в самом коллективе, с разных направлений обучения, это тоже дает свои плюсы. У нас были, потому что те ребята, которые, в принципе, любят историю, и они состоятся в студоргах. И когда мы решили, что вот мы взаимодействуем со студенческим научным обществом, то некоторые такие, я точно буду помогать, потому что я историю люблю. И как бы я сама сдавала историю и вспомнила историю, когда мы готовили задание к квесту историческому. Это интересно и полезно, когда меняешь деятельность с более научной на более творческую. Полностью поддерживаю вашу точку зрения. Ну и, наверное, такой ключевой вопрос во всем этом событии, и задам я его, скорее всего, Ивану, вопрос мотивации. Что по итогам этого квеста вы приобрели, кроме бесконечных положительных эмоций? Были ли какие-то подарки, возможно, награждения, медали? Да, ну, безусловно, без подарков не обошлось. Это сертификаты в различные, ну, как сказать, организации города. Там и в различные организации питания, можно сказать, были сертификаты. Но, безусловно, вы правильно подметили, что все-таки, наверное, главным подарком это были положительные эмоции, которые мы получали на протяжении всего квеста, от начала и до конца. Ну и, безусловно, апогеем был момент объявления нас победителями и вручения подарков. Как организаторы, скажите, после самого мероприятия, вот что обсуждалось в кулуарах? Какие это этапы конкурса больше всех, поведение каких-то участников, может быть, поведение членов жюри? Что осталось на устах у участников и наблюдателях? Наверное, обсуждалось то, скорее, мы восхищались нашими участниками, точнее, их знаниями по истории, потому что лично я немножечко переживала по поводу дебатов, я боялась, что недостаточно будет, может, времени на подготовку, ребята, может быть, будут молчать, но нет, никто не молчал, все говорили, все большие умницы, никто не пришел, грубо говоря, извините, с пустой головой, все знают историю России на высшем хорошем уровне, скажем так. А для себя что-нибудь удалось открыть новое из истории, вот, в ходе мероприятия? Ну да, немного, просто у нас с Лерой, например, история была два года назад уже, поэтому немножечко так плаваем чуть-чуть, но в целом, конечно, да. Ну, наоборот, наверное, это полезно, восстановить знания, структурировать их в голове, в своей... И еще, знаете, по поводу поощрений, для студентов первого курса, у которых преподается дисциплина «История России», заготовлены баллы от преподавателей кафедры международных отношений таможенного дела, то есть вот еще одна небольшая такая мотивация, да, заведующий кафедрой уже все оговорено, я думаю, студенты уже получили свои баллы поиску. Я думаю, это не то, что небольшая мотивация, это очень круто звучит в рамках учебного процесса. Ну что ж, пожелания всем участникам, которые не попали сегодня в нашу студию, не попали в зал славы историков России, к сожалению, но это, наверное, временное явление, они все наверстают. Скажите что-нибудь в адрес участников, которые не заняли первое место. Ну, хотелось бы, наверное, главное отметить, что они большие умнички, что, несмотря на то, что это суббота, и, может, некоторые студенты сошлись не то, что «а мне лень», кто-то вообще не испугался прийти, зная, что у них нет команды, то есть у нас были люди, которые пришли вдвоем, втроем, и получилась такая сбойная команда из семи человек уже непосредственно, которая заняла, кстати, третье место. Им не помешало то, что они не знали друг друга до мероприятия. Всегда главный залог того, что вы пришли на мероприятие, чтобы вы ушли с положительными эмоциями. Мы надеемся, что мы вам их подарили, и это для нас главный отклик. Класс, спасибо большое, что пришли, рассказали про свои мероприятия, достижения и сложности в конкретном квесте под названием «Бункер». Кстати, почему такое название выбрано? Потому что такая идея. Чтобы никто не догадался, как в операции «Ы». Спасибо еще раз, поздравляю всех победителей и участников этого события. По себе знаю, что все квесты особо увлекательны, потому что они заставляют человека не только шевелить головой, но и, в принципе, шевелиться, не сидеть за компьютером и как-то разнообразить эти мыслительные процессы. Когда можно ожидать следующих интерактивных мероприятий подобного рода? И что делать тем, кто об этом сейчас узнает и захочет поучаствовать? Об этом скажет Валерия, потому что у СНО пока что в ближайшее время ничего не поможет. В апреле у нас будут мероприятия, это также будут квесты. Вся информация будет, естественно, размещена в группе Совета СТУТОРГОВ ВКонтакте. Также мы всегда делимся с председателями других объединений ВУЗа об этих мероприятиях. Они передают информацию о своих группах и так далее. По цепочке все это идет. Мы будем рады видеть всех на наших мероприятиях, потому что чем больше людей, тем веселее. Вот такие обстоятельства. Уточнения будут в группе уже непосредственно. До апреля у нас осталась буквально одна неделя. Это значит, что до следующего мероприятия времени осталось совсем-совсем немного. Следите за информацией, равно как следите за нашими прямыми эфирами и записями, совершенными в нашей открытой студии Радио Бум на сайте boomdefisradio.ru Вы, кстати, все записали этот сайт себе, запомнили и добавили в закладки. Да, обязательно. Да, друзья, услышимся, как обычно, на Большой Перемене ежедневно в час 30 в прямом эфире здесь, в открытой студии Радио БГУ. Ребят, вам спасибо, что пришли. Всем вам успехов. Если вдруг есть что добавить к нашему сегодняшнему позитивному эфиру, самое время. Спасибо, что пригласили. Да, соглашусь. Спасибо большое за приглашение. Очень рады. Я хочу добавить спасибо студенческому научному обществу за такой тандем. Было интересно работать. Мы будем работать дальше обязательно вместе. Вот, спасибо всем организаторам и участникам за данное мероприятие. Всем хорошего дня. Да, к этому пожеланию я присоединяюсь. Всем хорошего дня. До встречи в эфире на Радио БУМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова